Доброе утро, красавицы мои! С вами снова я, Дима Кеш. Ну что, я думаю, все уже посмотрели серию «Беременна в 16» нового сезона с Серёжей и Машей. Перед началом видео хочу, как всегда, сказать спасибо, кто поддерживает меня на Boosty. Там мы смотрим «Беременна в 16» частности, новый сезон, и новое шоу «Беременна в 16» жизнь после. Мы смотрим в прямом эфире на субботних стримах, и все записи у нас на Boosty лежат. Так что, кто пропускает, можете подписаться и посмотреть в записи. Но конкретно в самой серии не рассказали, чем же закончилась эта история. Для тех, кто не смотрел, вкратце перескажу. Маша, 17, Серёжа, 21. Серёжа у нас немножечко уголовник. Как он сказал, у него 300 угонов, кражи, грабежи. Также Серёжа у нас потомственный алкоголик. Он это и не скрывает. Говорит, все его проблемы из-за матери. Алкоголизм ему достался от матери. Регулярно напивался, поднимал руку на Машу. В конце серии даже отчиму пришлось шугнуть Серёжу, чтобы он свалил из жизни Маши. Это, если очень вкратце, обязательно посмотрите серию, если не смотрели, очень интересная. Сегодня посмотрим Инстаграм, как обычно Маше в контакт с Серёжей. Я успел его записать, даже если на данный момент там всё удалено. У меня всё записано. Ну и также я связался с Машей, задал ей несколько вопросов, очень интересных. Зачем она пошла на проект и некоторые другие вопросы. Так что смотрите до конца это видео, там будет интересно. Прежде чем, кстати, отвечать на вопросы, у Маши была просьба ко мне. Не думаю, что это скрытая информация. Я могу тебе рассказать, но у меня тоже будет к тебе просьба. Смотри, я на всё отвечать не могу. Вот, на прям все твои вопросы. Вот, а по поводу просьбы, прикрепи, пожалуйста, Инстаграм мой, ссылку. Свой выпуск, видео свою. Да, без проблем я Машин Инстаграм выложу в своём Телеграм-канале. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Также там очень долго, старательно, мучительно я искал Инстаграмы других участниц Беременна в 16 нового сезона, которые ещё серии даже не вышли, но мы их нашли. Так что по ссылочке переходите в мой Телеграм-канал. Там будут и другие Инстаграмы других участниц. Давайте начнём с Инстаграма Маши. Маша Вахрушева, мама на автовазе. Маша из Беременна в 16. Под нарастающий будет сначала Инстаграм, потом шокирующий ВКонтакт, а потом не менее шокирующий ВКонтакт Серёжи. Посмотрим. Так что не переключайтесь, как говорится, оно того стоит. Так, что у нас тут интересного? 28-5 тысяч подписчиков, ну всё по классике. Люди посмотрели серию, побежали подписываться. Есть ли на что подписываться, нет ли на что подписываться. Просто подписываются, потому что ты засветил вас не только на телеке, на Ютубе. Ну и, кстати, их же сейчас и в кино показывают. Вот, в частности, Маша ходила на себя в кино, и что довольно странно, выкладывала фотки, где она покупала билет. Не понимаю, почему телеканал Ю не дарит билеты участницам, почему им приходится за свои деньги покупать. И с конца в начало давайте глянем, что же интересного из себя представляет Инстаграм Маши, почему она так яростно хочет подписчиков. Так, давайте посмотрим. Как мы в серии видели, Маша творческий человек, и своё творчество совместило с жигулями. Она там их красит, кастомизирует, довольно интересное занятие. Я здесь вижу перспективы роста, если подходить к этому супер творчески. Ну вот, типичные фотографии Маши, она тут занимается покраской жигулей. Старый Инстаграм, вот это у нас 21-й год, связан с тем, что она занимается практически исключительно жигулями. Ну, как я уже сказал, человек творческий, есть у неё своё хобби. И на этой теме они, кстати, с Серёжей познакомились. Серёжа тоже человек творческий. Но он, правда, у него хобби угонять машины, а не красить, кастомизировать. Но это уже другая история. Ну и вот, 7 сентября 22-й год. Можете представить, вот то есть в сентябре того года снималось шоу. Мы сейчас смотрим и думаем, блин, оно прямо сейчас. А вот снималось-то оно ровно год назад. Уже начала выкладывать ребёнка. Вот это 31 октября 22-го года. Назвали они его Ян. Так, ну опять жигули, ребёнок. Ну и всё, и пошли фотки ребёнка. Уже практически Маша забыла про... А, нет, не забыла про жигули. Вот они, какие из мэловских движений. Ну это хорошо, когда у человека есть хобби. А то бывают участницы, знаете, беременность 16, которые... Не хочу работать, не хочу учиться, не хочу ничего делать. Хочу вообще в Питере скучно. Хочу в Чехии жить, вот. Так, ну я не буду конкретно тут про ребёнка. Если вам интересно будет, я там оставлю у себя в Телеграме. Ссылку на её Инстаграм сможете перейти и посмотреть. Если интересно смотреть вам на чужих детей. Она выложила фотку и пишет. Блин, кто-нибудь мне объяснит, почему люди такие токсичные. Я выкладываю своего ребёнка, но зачем писать такие вещи, как Фу, мать не дружит с головой, выкладывает ради лайков. Ребёнка сглазят, ты не думаешь своей головой. Ну, кстати, по поводу ребёнка сглазят. Это фанаты Влада Черебатова и братьев Шепсов 100% пишут у меня на Яндекс.Зене. Такие интересные комментарии. Кстати, я дублирую свои видео про экстрасенсов, в том числе на Яндекс.Зен. И там такие всегда интересные комментарии. Вы просто зачитаетесь. Честно, я не верю в эти ваши сглазы. Мне просто хочется сфотографировать его. Я не стесняюсь своего ребёнка. Я его люблю. Да и, в принципе, в основном я выкладываю фото и видео своего сына, где ему месяца 2-3. Хотя сейчас ему почти полгода. И не вижу ничего плохого в том, чтобы выкладывать фото и видео сына на всеобщее обозрение. Если вы не хотите, не смотрите. Просто зачем сразу засирать меня. Ну, вот так вот столкнулась она уже с хейтерами. Так, ну, что дальше? Опять с ребёнком выкладывать. Ну, кстати, задаются вопросом, зачем выкладывать фото ребёнка. Да потому что она участница беременна в 16, если кто не понял. Так, дальше Жигули. Главное, на этих Жигулях, кстати, которые она в выпуске сказала, я сама не знаю, что из них получится. Подушек безопасности нету. Ремни безопасности, надеюсь, есть. Главное, с ребёнком на них не ездить. Вот, что я от себя хочу пожелать. Объективно. И Инстаграм не представляет никакого интереса. Это просто какие-то фото не такие, на которые хочется подписываться. Нету подписи каких-то интересных. Нету блога самого. Если уж я как критик. Если бы, опять же, развивать эту тему с Жигулями, было бы интересно. Если бы Маша показывала, как она кастомизирует Жигули, процесс кастомизации. Пусть железо пока горячо, Маша, надо задуматься прямо сейчас, как дальше развивать свой блог. Вот зачем приходят уже беременна в 16, многие хотят стать блогерами. Тебе дали халявную популярность практически, да. И ты будешь рассказывать, какую кашу с чем ты ел на завтрак, или как у тебя болит голова. Но это неинтересно. Но когда ты на старте своего пути, всё-таки нужно вести интересный блог. Чтоб людям было интересно тебя смотреть. И так далее. Тут она опять ребёнка выкладывает. Сейчас давайте до самых новых, актуальных фотографий. Вот здесь она уже 31 июля. Летние фотографии с Жигулями зелёненькими. И себя показала, и Жигули показала в короткой юбочке, как она красит. Ну и всё. И пошло-поехало. У нас хэштеги беременна в 16. Это всё уже готовилось, так скажем. Анонсы выпуска беременна в 16. Они загодя начали, кстати, выкладывать. Обычно они вроде как конспирировались до выхода серии. А сейчас они за месяц до выхода серии уже всё нам показывают, выливают. Ну и вот фотка с Жигулями опять. Здесь она даже чем-то певицу Дору напоминает, не находите. Так, ребёнок. Почему же мы расстались? Ну вот наша любимая тема. Да всё легко и просто. Он не работал 7 месяцев, а тупо гулял с друзьями. Он только приходил домой, чтобы поесть и поспать, изредка помогая с Яном. Наши отношения и так трещали по швам. А тут я просто спалила, что он под чем-то и купила тест на наркотики. Из пяти у него два положительных. Мы сначала долго разговаривали на вопрос, зачем он опять начал употреблять. А, кстати, в серии этого не показывали. Были у нас предположения, да, когда мы с вами смотрели, что он уже, ну, под каким-то солями, может, под кислотой. Она пишет, что он ответил, да мне просто скучно. Сказал, что так делать больше не будет, что это просто один раз и всё. Мы разъехались, это был мой первый шаг к расставанию. Да и мне было тяжело тянуть всё на себе, потому что оплата квартиры, покупка еды и прочее. Всё это легло на меня. При том, что Серёжа, помните, как он в выпуске скакал от радости, что ура, у него будет ребёнок. Всем говорил, что это моя семья, у меня будет семья. Ну, начитался цитат пацанских пабликов с Джейсоном Стэттемом. Для всех, кто фанатеет от Джейсона Стэттема, почитайте его биографию. Всё-таки он зарабатывает хорошие деньги, стабильный человек, у него семья, дети. Человек ответственный и содержит свою семью. А все эти пацаны на районе, которые фанатеют от Стэттема, видимо, от его лысины и образа, и цитаток, ну, не видят работы, как обычно. Видят только то, что он лысый, крутой, на дорогой тачке, но не видят всю работу, которую он проделывает. А вот работу-то они как раз-таки и не хотят делать. Они хотят с друзьями бухать, нюхать и фанатеть от Джейсона Стэттема. Мы иногда с Яном приходили на выходные к нему, и за три дня до принудительных работ мы договорились, что проведём время с семьёй. Первые два дня всё было нормально, но на третье я поняла, что что-то не то. Он перестал спать, я спросил, а ты опять? Он ответил, да. Я проплакала всю ночь утром, с Яном ушла домой, на этом всё кончилось. У Серёжи сразу было видно, что что-то с ним не так. Он говорил, что ну просто он угнал 300 машин. Ну ничего такого, в принципе. Ну обычный Серёжа с кем не бывает. Сейчас я вам расскажу, что за принудительные работы. На самом деле он уже сейчас на принудительных работах оказывается. Мне было в серии странно. У него 300 угонов, и при этом он менее что-то мне подсказывает, что если бы человек реально украл 300 миллионов таким способом, обычный человек, а не привилегированный, так скажем, скорее всего его на пожизненное как минимум должны посадить. Кстати, кому было интересно, действительно ли Серёжа избивал Машу, или же это всё постанова в рамках шоу. Сама Маша выкладывала в сторис вот такие вот документы, написала, чтобы больше не было вопросов. Диагноз при поступлении, угрожающий 10 недель, гематома лица. Диагноз при выписке, ушибы мягких тканей головы, беременность 10-11 недель. Жалобы на боли внизу живота. 10.00 избито со жителем по месту жительства, после чего беспокоит боли, доставлено СМП, принимает витамины, на учёте в ЖК не стоит. Ну, вот, собственно, документально подтверждённые поболи. Серёжа, конечно, после этого. Но что же он ещё может делать? После того, как он побил свою девушку и угрожал рождению ребёнка. Я по ходу лишний в вашей жизни. У вас от меня только проблемы, не буду больше тревожить. Касаемо помощи можешь на меня рассчитывать. Прости, что испортил тебе жизнь. Я конченый ублюдок, который, по ходу, не учился русскому языку в школе. Но это я душню. По ходу, не достоин иметь семью. Ты достойна лучшего. Люблю вас. Да уж. Ну, давить на жалость Серёжа, как мы видим, тоже любит. Жалкое зрелище, на самом деле. Вот ещё одно сообщение от Серёжи. Бля, я тебя люблю, и ты в глубине души тоже. Я понимаю то, что ты устал от всего. Это моя вина. Я не отрицаю, но дай мне доказать тебе, что я не тот человек, с которым ты промучилась эти 2 и 5 года. Не знаю, поверишь или нет. Ты мне очень дорога. Я в связи с нашим расходом становлюсь потихоньку шизиком. Потому что постоянно думаю о тебе. И разговариваю сам с собой. Размышляю. И тогда я много сделал ошибок. И более я, находясь тут, себя караю за всё то, что я сделал тебе плохого. Я не знаю, это Серёжа написал текст для Маши, но звучит как текст для рэперской песни. И схожу с ума от того, что я делал, какой я мудак конченный. Честно, я полюбил в этой жизни одного человека, и этот человек ты. Ты сама понимаешь, что я готов всё, что угодно сделать, лишь бы ты меня простила. Или дала бы шанс. Вспомни, я накосячил. Я согласился, чтобы ты мне волосы покрасила, лишь бы простила. Серёжа, ну ты не мужик, конечно. Если Серёжа на друзья смотрят, пацаны, чмырите Серёжу за то, что ему, его девушка покрасила волосы. Не мужской поступок, поступок женщины. Может, это мне дорога? Дай мне попытку и сама увидишь, что я на самом деле буду хорошим мужем и отцом. С большой буквы отцом. Пробел точка. После нашей с тобой встречи первый раз я залип на тебе, поэтому следил и мысленно был весь в тебе. Да, у меня были какие-то отношения, но это было всё не то. Подумай. Сынка Барит. Я сделал много говна, но если подумать, то было много хорошо. Много говна сделал, но если подумать, это говно было много хорошо. Как мы поехали с Викой и Егором в воскресенье. Как у нас всё начиналось беззаботно. Как ехали обратно, как Егора менты тормознули. Тормознули, а мы проскочили, потом ждали, их целовали, шутили, нам было классно. Мы бы фанатели друг от друга, помнишь, по приезду на район за нами Мерседес увязался, мы от него угоняли. Ты ещё тогда испугалась, я тебя успокаивал. Тусили всю ночь. Блин, чё же она не простила-то Серёжу, я до сих пор не понимаю. Это всё из-за того, что он напивался, обдалбался, избивал её. Блин, не знаю, такой романтик парень, конечно. Конечно, Маша почему-то его не простила, я не понимаю. Такие романтичные, вот я прям до слёз. Я перезаписываю этот дубль, потому что я разрыдался. Разрыдался в первый раз, когда я это читал, и теперь успокоился, вот только и перезаписываю этот момент. Бьёт, значит любит, как говорится. Не бьёт, значит не любит. Так, дальше опять Маша с Жигулями, ребёнок, фото со съёмок. Мы видим, как снимали, в принципе, на какие камеры тут можно наблюдать. Режиссёра, режиссёры, операторы, редакторы, все-все-все. Тут хоть такой интересный контент, а то что-то я не помню. Как правило, они не выкладывают. Давайте посмотрим сториз. Весь директ завален по поводу Серёжи. Да, он осуждён. У него принудительные работы. И Серёжа радуется, что у него принудительные работы. Смотрите, его закрыли. За забором, да, у меня принудительные работы. Это 300 угонов, детка. Просто-таки по поводу Серёжи. Серёжа сейчас отбывает наказание по суду. Ему дали два года принудительных работ. Это получается, он там живёт, работает. Но иногда его пускают на улицу. То есть он приезжает спокойно, как бы передвигается. Всё нормально. Вот. Судили его за угон. Так что, как-то так. Мы, опять же, судили за угон. За один угон. Не за угоны, а у него было 300. Интересно, будут ли ещё 299 раз судить. А мне интересно было, когда я серию смотрел. Не знаю, может, вы тоже задавали с таким вопросом. Почему такие, вроде бы, на первый взгляд, симпатичные девочки встречаются с такими Серёжами? Ну вот, что они в них находят? Серёжа ни двух слов связать нормально не может. Серёжа алкоголик. Серёжа наркоман. Серёжа привёл тебя домой. Уговорил, чтобы ты на кухне, на диване, кушетке с отцом и с каким-то квартирантом жила. Серёжа заставил тебя рожать. Серёжа. В общем, это бесконечно можно продолжать. Как же так происходит? Неужели? Ну, просто вот это из разряда истории, что никто больше не подкатил. Все сейчас такие стесняшки, все не уверенные в себе. А вот такие отбитые, как Серёжа, подкатывают и уж деваться некуда. А что если вот сейчас девочки, они же проекта стремятся очень сильно, чтобы блогерами стать, лёгкий путь. Возможно, чтобы серия максимально трэшовая была. Специально стала встречаться с таким Серёжей, чтобы выпуск получился трэшовый. А кто знает? Ребят, посоветуйте что-нибудь от температуры нормальной. Я пью норофен, но мне его хватает максимум 3 часа. Ну вот, собственно, контент, который мы заслужили. Дали площадку, снимает, посоветуйте мне что-нибудь от головной боли. Блин, ребят, если бы вы только знали, как мне плохо, это просто ужас. Просто стрэш. Ничем контент особо не отличается от других участниц Беременна в 16. Я как будто стал забывать, как он выглядит, удивляюсь так. Сошли руки до завтрака, и на завтрак у меня сегодня каша с малиной. А правда ли то, что ты общаешься с бывшей женой Серёжи? А, у Серёжи есть бывшая жена, кстати. Давайте актуальные истории посмотрим ещё. Так, ребёнка она тут выкладывает. Давайте быстренько пролистаем. Так, ну вот Маша сама себя вывыжила неделю назад. Это новый молодой человек уже появился у неё, вот этот парень. Я не Роза Сябитова на сердце Клавы, да? Вы что, берём или не берём, девочки, этого парня? Так, Беременна в 16. Тут анонсики. И вот, 400 рублей билет стоит, кстати. Дешевле, чем Опенгеймер. Но всё равно странно, что она в Москве живёт. Вот, телеканал Ю, наверное, у них офис в Москве находится. Почему они не подарили билеты? Ну, тут вообще 18+, контент пошёл уже. Так и до OnlyFans недалеко. Почему бы и нет? Или закрытого телеграм-канала, как у Любы. Теперь давайте посмотрим переписку с Машей. Вопросы, которые я задал, которые я обещал вам в начале видео. В общем, я спросил, что она может рассказать. Ну, все сцены, которые были, это реально была такая фигня. То есть, вот они снимали, вот то, что они снимали, то по факту и было. То есть, вообще всё, что снимали, оно реально такое. Машу утверждает, что вот как было, так и было. Я ей верю, раз она так говорит. Хотя у себя в телеграм-канале, у неё там небольшой телеграм-канал, она пыталась, видимо, ну, забайтить людей. Написала, что там всё переврали, всё перевернули, скоро подробности. Вот я поэтому и задал ей этот вопрос. А тут она говорит, всё как было, так и было. Ну, да ладно. Спросила, знала ли она про проект до беременности. Да, знала. Очень сложно сейчас найти человека, который снимается в «Беременность-16» и не знает о проекте до беременности. С какой целью? Заявку подала? Сказала, да по приколу заявку отправила. По приколу. Не могу не поверить. Также выпуски показали, что Серёжа настаивала на том, чтобы оставить ребёнка. Сейчас он помогает как-то, принимает участие в жизни. Она сказала, что Серёжа в данный момент осуждён, но помогает, чем может. Вот, в принципе, и всё. Больше меня особо ничего не интересовало, потому что, ну, в принципе, я всё видел своими глазами в этом выпуске. И в Инстаграме всё она рассказала, всё, что меня интересовало. Вот так выглядит в «Контакте Маши». Довольно странно она себя именует «Мадина-насильник». У меня даже закрался вопрос, действительно ли её зовут Маша, или почему Мадина. Псевдоним просто. И почему «насильник», кого она там насилит, интересно. Здесь всё самое интересное в названии, потому что, ну, фоточки плюс-минус одни и те же, которые мы видели в Инстаграме, ничего интересного нету. В принципе, вот только букетики от Серёжи, видимо. Перейдём на страницу Серёжи. То, чего я лично так долго ждал в этом видео. Называется она «Серый Жигули». Выкладывает фотку он Маше тут и пишет. «Я единственный дайвер в её пруду, который опустился на такую глубину». Ну, я думаю, выводы вы сделаете сами. Смысл, который Серёжа закладывал, тоже найдёте. Причём он закрепил эту фотографию. Ну, в общем, у него контент не отличается какой-то уникальностью. Тоже он тут с тачками. Вот здесь непонятно, он уже на принудительных работах 7 сентября или нет, судя по всему, да. И пошли цитатки Джейсона Астеттема только Серёге. «Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Лишь тот способен добрым быть, кому пришло со злости выйти. Лишь тот узнает дружбы и цену, кто испытал друзей, измену. И лишь тому любовь дана, кто ненависть познал сполна. Охуенно было, охуенно будет. И не вам судить, какая жизнь у меня будет. Серёж, нам судить теперь, потому что не надо было сниматься в «Беременна» в 16. Теперь ты для нас персонаж, и мы спокойно можем обсуждать твою жизнь». Ну и, собственно, фотки с ребёнком, всё, пацанские цитаты, семья, все дела. Но только нету главного ответственности. Ну, как Маша написала, 7 месяцев не работает, бухает с друзьями, употребляет. Ну, замечательно. Главные цитатки вот эти пацанские, семейные, написать про дружбу, про верность, про семью. Настоящий мужчина, как волк, либо один, либо с одной волчицей навсегда. А бегать за овцами — это удел баранов. Надо всех таких, Серёж, собрать, и как какую-то вымирающую культуру просто запечатлеть в красной книге. Ничего интересного, если честно, я здесь не вижу. Эстетика Жигулей, эстетика российского автопрома совершенно меня не привлекает. Как я уже сказал, у меня вообще автомобили никаких эмоций не вызывают. А уж российские автомобили и Жигули всякие, ну вообще, ни одной струнки моей души не задевают. Дела крутятся, бабки мутятся. И Серёжа выкладывает свою ЗП. Ну, плюс-минус 30 тысяч рублей выложил, типа бабки мутятся. И до сих пор он не помыл руки. Что в выпуске, он руки не мыл, что здесь. Ну, в общем, вот такой вот он у нас выпуск. Интересный довольно получился. Конкурент Серёжи, который там с Наташей, помните, попа как жилет в пакете, у нас появился. Достойный, достойный преемник традиций. В общем, вот такой вот интересный выпуск получился. Обязательно делитесь своими комментариями со мной. Я их за утренним кофейком читаю. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. И, как обычно, увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok